Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «У книжной полки» и в студии ведущая Полина Митрофанова. Как много всегда на Руси было праведников, которые смиренно посвящали свою жизнь служению Богу и ближним. Кто-то из них давно уже причислен к рику святых, а чьи-то имена полузабыты, чьи-то имена за давностью лет забыты совсем. Книга, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию, рассказывает о жизни пяти удивительных людей, которые при жизни многими почитались за благодатных старцев. К ним шли отовсюду люди со своими немощами и недугами, получали от них утешение, исцелялись по их молитвам от своих духовных и телесных болезней. Общность их судеб позволила нам поместить все эти жизнеописания в одну книгу. Она называется «С крестом и Евангелием» – книга об одном удивительном монастыре и его старцах. Итак, перед вами и в этой книге жизнеописания пяти подвижников, живших в недалеком от нас прошлом. Все эти необыкновенные по своему духовному подвигу люди были знакомы друг с другом, любили и почитали один другого, были самолитвенниками, сопостниками, разделяли общие для всех беды и скорби, были каждые для другого помощью и опорой, помогали старческим советам, окормлялись один от другого и вместе пасли многочисленных своих духовных чад, вели их по дороге смирения, послушания и любви. Все эти отцы и матушки были послушниками удивительного монастыря. Из-за своей труды и подвиги во славу Божью сподобились получить от Господа великую благодать, помогать людям в их духовных немощах. Об этом монастыре, как говорят издатели, надо рассказывать особо. У него никогда не было своего названия. Он никогда не имел постоянного места прописки. Послушники его жили на территории от Сибири до Прибалтики. И все-таки это был настоящий полнокровный монастырь. В то время, когда святые обители в основном были закрыты, духовные люди все равно тянулись друг к другу, имели молитвенное общение. Духовная жизнь концентрировалась вокруг какого-нибудь известного старца. Таким образом создавалась некая духовная семья, не связанная никакими стенами и совершенно свободная в своей географии. Таких примеров известно много. Но среди прочих, эта община, о которой говорится в книге, все равно выглядит как уникальное, ни на что не похожее явление. В этой обители не было ярко выраженного духовного авторитета одного старца, но был некий духовный союз многих старцев, которые жили один у другого в послушании и пользовались советами и наставлениями друг от друга. Жили в совершенной любви, почти как апостольская община. Такой же жизнью жили и все те, кто у них окормлялся. «Не было у нас ни ревности, ни зависти, одна любовь только», вспоминала впоследствии схемонахиня Феодорита. Имена этих духоносных наставников теперь известны многим многочисленным изданиям и публикациям. Схиагумен Митрофан Микинин, оптинский старец-схемонах Иосаф Моисеев, схемонахиня Серафима Белоусова, схемонахиня Леонтия, уроженная княгиня Ревицкая, иросхемонахник Тарьев Чинников, схемонахиня Михаила Сарычева, схемонахиня Антония Овечкина и другие. Но в этой книге говорится только о пяти из них. Первая часть рассказывает о схиагумене Митрофане Микинине. Как отмечают издатели, писать о человеке, умершем более пятидесяти лет тому назад, всегда сложно. Писать о схиагумене Митрофане, старце, человеке великой духовной высоты, неизмеримо сложнее. Тайну своего духовничества он унес с собой. Отец Митрофан не вел дневников. Он оставил после себя очень небольшое количество воспоминаний и писем. Но они удивительны. И вы, говорят издатели, безусловно, почувствуете в них его живое старческое слово. А еще издатели надеются, что после этого издания появятся другие, более полные. Ведь многие документы, которые могли пролить свет на этапы земной жизни схиагумена Митрофана, еще не открыты. А вот живых свидетелей этого пастырского подвига остается все меньше и меньше. Каждое воспоминание о батюшке драгоценно. Для составителей этой книги было важным сохранить именно живой голос тех людей, которые знали батюшку. Во второй части книги представлено жизнеописание схемонахини Серафимы Белоусовой, прожившей многотрудную подвижническую жизнь, которую она всецело посвятила служению Богу и людям. Предлагаемое вниманию читателей повествование основано на свидетельствах знавших старицу Серафиму людей и подробных описаниях некоторых из происшедших по ее молитвам и происходящих по сей день божьих чудесах. Кто-то из потрудившихся над написанием, сбором и упорядочиванием этих воспоминаний получил по молитвам Мичуринской подвижницы спасительную духовную помощь. Кто-то – исцеление от недуга, а кто-то вообще пришел к сознательной вере в Бога. И чтобы не уподобиться исцеленным Господом и оставшимся неблагодарными девяти прокаженным, издатели этой книги приступили к составлению жизнеописания старицы. О ней, как о великой молитвеннице и чудотворице, одинаково благоговейно свидетельствуют и миряне, и священники, и епископат. Третья часть книги посвящена преподобному Иосафу Моисееву. Жизнь одного из последних оптинских старцев, скончавшегося 7 апреля 1976 года, практически неизвестна православным христианам наших дней. Жил он в Затворе, в провинциальном городке Грязи Липецкой области. Сохранившиеся и опубликованные сведения о нем настолько скудны, что из них трудно получить представление об этом подвижнике. Но все благи Бог, прославляющий дивных угодников своих, заботится и о сохранении памяти о них в христианском роде. Память о преподобном Иосафе не исчезла, несмотря на его сокровенную и скрытую от мира жизнь. Его облик предстает перед нами в воспоминаниях его келейницы, скемонахини Николая, являющейся ныне насильницей Пскова-Снятогорского монастыря. Из ее рассказа можно видеть, какого исключительно высокого духа человек совсем недавно жил среди нас, и какие неизвестные миру работники есть у Бога. Среди многих старцев, подвязавшихся в 1930-70-х годах на территории Воронежско-Липецкой и Тамбовской епархий, схемонахини Михаиле Сарычевой принадлежит исключительное место. Матушка эта никогда не жила долго в одном месте. С юности, благословленная на странничество, она вообще не имела собственного жилья. О жизни этой божьей странницы рассказывает четвертая часть книги. А в пятой говорится о старице схемонахини Антонии Овечкиной. Очень коротко скажем, что матушка Антония несла удивительный подвиг, имела дар от Бога помогать людям, имеющим тяжелые духовные недуги. К матушке со всех сторон стекались расслабленные и бесноватые. Она же читала над болящими Евангелие, прикладывала к болящим крест, и от всего этого совершались многие удивительные вещи. Об этом говорится в ее жизнеописании. В предисловии издатели отмечают, что в работе над книгой этой их интересовало именно то время, когда все эти духовные отцы и матери находились вместе. После смерти схиегумена Митрофана и схемонахини Серафимы у всех оставшихся была уже своя собственная отдельная история. Все их судьбы и судьбы их духовных чад настолько интересны, что требуют специального исследования. Это небольшое повествование такой задачи отнюдь не преследует. Надеемся, только говорят издатели, что вы, дорогие читатели, ознакомившись с этим скромным трудом, получите духовную пользу и утешение. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. И я напоминаю вам, что новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok